Самое интересное, я так давно уже не смотрел за Нигмой, и ты правильно говоришь, что все результаты команды Нигмы это второй дивизион, и все, поэтому мы команду Нигма в Тир-1 Доте не видим уже очень долго, по сути с момента того, как ребята ушли из Ликвид и решили организовать свою организацию, под крылом Нигмы оказались, все, больше результата мы не видели. Так что там еще какие-то результаты точно были, я знаю, что зашел сегодня на страничку Эквипедии и посмотрел, сколько у Нигмы призовых, у них миллион долларов, то есть где-то они точно полутали, там на какие-то эпицентры они точно ездили, я помню, спад у них уже вот в последнее время такой стабильный. Интересный Фероспик Висп, что у нас остается из популярного на этом турнире, обычно Дарксера берут в первой стадии, Снепфайр тоже у нас частый гость, но по вчерашнему дню, вчера вообще у нас почему-то появлялся постоянно Андерлорд. Мы с тобой этого не поняли, почему и как этот герой вообще в первую стадию попадает, но здесь вроде как пока что все логично. Остается Брудмазер еще на первой стадии, вчера этот герой почти на всех картах появлялся, независимо от того, какая позиция в итоге была у этого персонажа. Ну а Энкраду, что мы поняли, лучше Пангальера не пикать, учитывая его статистику за последнее время, 0% пинрейт, это грустно, хотя я вспоминаю еще год назад, Энкрад там Пангальере прям жарил любую команду. Энкрад это точно один из тех игроков, который этого Пангальера на центр и ввел. Он один из первых, у кого начал пикать и очень хорошо на нем исполнял, возможно просто ну в целом у команды Ванмул был серьезный спад. Я смотрю, ребята находятся на боткемпе, вместе с ними Хакода. Не зевают, сидят, что-то хихикают, настроение хорошее. Ну что, еще рано, я думаю, ребята только проснулись, может быть пару ММов сыграли и вперед можно сейчас спокойненько катануть, тем более всего лишь одно БУ-3, дальше можно идти ММ играть, поэтому в плане расположения духа и сил все должно быть у ребят в порядке с одной и с другой стороны. Лишрак и Онигма играют по заготовкам команды GG, нам всегда это нравится. Это уже, знаешь, да, конечно, они это изобрели, можно сказать, висп Лишрак, но сейчас это уже расходится в массы. Хочешь выигрывать пикой виспас с Лишраком, и это действительно работает. Комбинация очень имбовая. Что вообще против этого в центр можно взять? Ну, какой-то Эмбер Спирит, по идее, против Лишрака неплох, но что делать вообще по игре? Как контрить этот хилл? Я предлагаю всегда брать против виспас Лишраком дровку. Тем более, что дровка подавала признаки жизни, то есть есть какой-то там билд через Медас и Аганим, ты вполне можешь с ним фармить, хороший у тебя левел, и это всегда работает, если, конечно, ты получаешь эти предметы. Конечно, вот в этом сценарии Сайлансер малоэффективный герой против Лишрака. Даже твой глобал не особо-то и работает. При этом глобал хорошо работает против релокейта, ты можешь глобалом сбивать релокейт виспу. И, возможно, именно такой логикой ребята руководствовались из One Move. Уходит в One Ancient Operation. Герой не такой популярный сейчас, редко появляется в пиках, но мы знаем, что Хакода на нем играет. Отстрахуешься от Ио Лишрака, максимально подсейвить, и Анькараду все же отдают дань уложения. И Бангольера также отправляют отдыхать. Ну ладно, мне всегда против Лишрака или в целом против Ио еще и Дизраптора нравится. Наверное, на Сайлансере мы остановимся, хватит контрить этого Ио. Просто будет Сайлансер на пятерке. Пока вот просто в пике снизу, например, очевидная проблема, нет станов вообще. Саппорт стана нет, оффлейнер стана нет. Это уже плохо. Но если это тимбер оффлейнер, может быть, это, конечно, и мид. Вот тимбера, по идее, можно взять вообще любого милишника четверку, любой стан. Хотя сейчас кто вообще из милишников четверок популярен? Я не могу вспомнить, какой-то Йорр Спирит, нет. Клок, скорее пятерка. Также Тусик, но вообще редкий гость. Хотя я не думаю, что Пантомем будет играть на Тускаре. Он на пятерке на нем играл и, возможно, на четверке. Это будет его новая сигнатурка. Вообще мы с тобой не поговорили про Пантомема, который сменил роль. Играл он все время на пятерке. Сейчас он должен исполнять роль позиции 4 в своей команде. Это, думаю, ощутимая перестановка. У меня такое ощущение, что в матчмейкинге ты все равно там слапываешь 4-5. Не всегда на пятерке получается играть. Или я не прав? Просто, знаешь, я вспоминаю патч, когда была эпоха Баунтируны, и у четверки был конкретный геймплей, отличающийся от пятерки. А сейчас разве ситуация не похожа? У нас бывают игры, где пятерка и четверка, они будто позициями меняются прям по ходу матча. Возможно, но в любом случае у тебя не будет всего пула четверок, который там есть у игроков, которые играют на этой позиции на протяжении многих лет. У тебя был короткий период, тебе нужно было перестраивать свой пул. Но мы видим, допустим, ситуацию обратную. Роджер перешел с четверки на пятерку и получил там уже огромный ранг в матчмейкинге. Сразу же нашел себе команду. Еще и на ланс ездил на другой позиции. Так что, возможно, это не так-то и сложно. Но мне нравится задор у ребят. Егор что-то постоянно рассказывает, все остальные просто смеются. Не знаю, может, анекдоты какие-то рассказывают, пока по губам читать не умею, но очень интересно было бы послушать. Ребята максимально в комфорте. Никакого напряжения нет. И Ember Spirit для OneMove появился. Вот он, герой. На центр для Айнкрада. Уже решили, что скорее всего Лишрак в мид и нет смысла чего-то еще ждать. Да, Ember точно хорошо постоит. Возможно, проблемы у Лишрака даже появятся, если очень рано не прилетит Висп, не зарефилит бутылку, не похилит тебя до фула. С Виспом играть очень приятно. Ну и что, Нигма Галакси? Что мы будем брать против Тимбера? Будет ли это какой-то Манки Кинг? Но Манки Кинг в бане. Сларак тоже защитили. Ну и Блотикер, да, с другой стороны, который мог бы оказаться у самих Нигма, также они забанили его. Есть какой-то морфлинг, кстати. Очень он хорош здесь и против Тимбера, и против Ember Spirit. Единственный вопрос в том, насколько это будет жадно. Морфингу нужна будет помощь от Виспа. Висп также будет требоваться в миде. Но герой этот точно хороший. Может, какого-то джиггернаута увидим. Ну, вариантов много. Несмотря на то, что баны по керри прошлись, но у Нигмы точно есть варианты. Может, вообще керри оставят на 21-й. Или на 23-й сейчас? 23-й. Последний, в общем. Да-да-да. В СС-Вод все-таки нет, керри прямо сейчас появляется. Вот это все. Ты уже такой и Феникса, может, думаешь, хочется взять. И, кстати, Джейдж на Фениксе. Отличный исполнитель. Но проблема будет в том, что просто некем зацепить. Некем кинуть стан. Какой-то у тебя только Войт, который может прыгнуть, там надеяться, либо на баш, либо стоять в Хроносферу. Ну, пока очень грозно выглядит сверху. Честно скажу тебе. Хороший симфайт. Уже лишь Рак и Войт сочетаются. Ты можешь просто даже в Хроносфере стоять и сжечь. Подсейвы никакого от Хрона в данный момент нет. Может быть, что-то придумают ванмув. Нет, обычный Рубик. Не менее крутой герой для Джейджа. Не менее его крутая сигнатурка. Да, у Джейджа очень много сигнатурок. Вспоминается сразу и Коттл, и Шейкер, и Висп. Тот же самый от Джейджа. Возможно, это даже Висп будет четверка, кстати. Не факт, что Куроки на нем будут играть. Куроки может и на пятерке. Рубики сыграть. Это тоже легендарный в свое время Рубик. Но это все было так давно. И если раньше это воспринималось прям вау. Куроки на Рубике. То сейчас, ну, Куроки на Рубике окей. И приятно, что у Тимбера можно забрать пилу. Рубико очень сильно усиляет тимфайт. И сам Тимбер от этой пилы разваливается крайне быстро. Ну, контроль какой-то есть уже. В общем, Телекинес. Лишрак подстанет. Хроносфера, таймлок. Я считаю, что уже достаточно. Какого Тимбера можно поймать через Телекинес. И Лишраком контролировать дальше. Плюс забрать Чины. Тем самым контроль продолжить. Круто. Эмберу уже будет не так легко без того же самого Блокингбара. Хорошо, ну и что сейчас требуется в One Move? У них уже есть персонаж на центр, персонаж на оффлейн. Надо брать Сапика. И это Котл. Котел придет вместе с Тимбером на линию. В принципе, неплохо. Бесконечные ресурсы для Тимбера. ХП у него в самом пассиве появляется. Счет пассивки. Мана появляется. Счет Котла. Ну, станов очень мало. Получается, у тебя игра через одни Чины в данный момент идет. И расчет, что кто-то когда-нибудь Хекс, может быть, прикупит. Вот это мне не нравится. Как Войда поймать тогда? А если он купит тебе элементарно Манта-стайл? Как ты будешь ловить? Как ты будешь остановить его от Таймволков? Вот это проблема. Тайс, сейчас решать этот вопрос. Очень большой груз ответственности будет лежать там вон куши. Ему на 24-й нужно будет взять героя, который и игру выиграет, и подстанет, и драку начнет. Террор-блэйд какой-то может остается, но вот что-то это... А может быть, это просто будет Медуза? Или, ну, банда Арксера, он сразу, да, намекает, что вот какой-то такой товарищ ТБ, Медуза. Более под Котла, Медуза становится такой частично неубиваемый. А может быть... Антимаг? А нет, какой Антимаг? Войда, зачем? Просто ловишь Хроносферу, ловишь Баш. Мы вчера уже видели с тобой Антимага, и это было не впечатляюще. Нателла, игра была против Свена. Просто про позицию, ловишь Хроносферу, умираешь, так можно сказать, и про почти любого героя. Нет, иллюзионисты от Войда не страдают особо. Также и Морф, который может с Шардом перекачиваться. Нага, Сирена та же самая, со Сном работает отлично. Есть в Рейс Кинг, может быть, это тот самый момент, когда в Рейс Кинг выскочит и против Хроносферы нормально работает. И, в принципе, выполняет функцию стана для своей команды. Но все еще у OneMove есть вариант просто пикнуть Медузу и пойти в пятером закончить игру. Когда ты вот так вот кулачком вперед идешь, тебе просто... Ну, не нужны дизейблы. Ты идешь, ломаешь вышки и забираешь Ашана. Все-таки появился Андерлорд. Дошли до него в какой-то момент. Ну и что, есть вариант взять ТБ, есть вариант взять Медузу. Ну, в целом, мне пик сверху очень нравится. Мне кажется, он сбалансированный. Он очень балансный. Рашпит урон есть, тавер дэмэдж есть, тимфайт мощный. И все же Медуза. Да, все же Медуза. Ничего лучше... Наверное, ничего лучше не было. Ты там про Врейс Кинга, но Врейс Кинг сейчас не так хорош, Медуза. Да, у Врейс Кинга огромная проблема в том, что он не может выиграть лайнинг. А против Андерлорда это будет еще хуже. Ты его пробить не можешь, крипов добить не можешь. На Медузе хоть по КД можешь змейку спамить. Ну, в общем, у меня только один вопрос. Я его оставляю. Это малое количество контроля, и все. Чайны, ну, появляется Тонгейз теперь. Можно ли назвать это стабильным контролем? Ну, не совсем. Конечно, все могут развернуться, просто выйти из тимфайта. В то время как у Энигмы тут хватает и по телекинестам, и Яму высадил, и Хроносферу поставил. Или Шрак еще может подстанить дополнительно. И чайны у Рубика появляются. И ты можешь любого героя ловить, быстро убивать. Страдает ли Медуза от Войда? Ну, в какой-то степени да. Можешь ли купить Войд диффуза себе, например, с Манта Стайл? Я вот не знаю, есть ли такие варианты билда, игры конкретно против Медузы. Ставишь Хроносферу, выжигаешь всю ману по нулям. И спокойно ее убиваешь. А вообще можно просто по карте бегать, спидпушить с виспом. Войд бегает по карте, скипает пачки, его никто не может поймать. Если у него там появляется какая-то Манта Стайл, он уже и от Глобала защищен, и от чайнов. Если Нигма не будет принимать ранние файты, если вот пиксилы задоджат у Ван Мув, то они должны это выигрывать. А если Ван Мув просто пофармят, хорошо поставят линии, заберут Рошана, пойдут по таверам, сломают базу. Я такой вариант тоже вижу, что они могут выиграть, так что на эту карту пока без предиктов. Давайте посмотрим результаты голосования, за кого же вы перед драфтами были. Большинство за Нигму. И я вспоминаю голосование вчера, все зрители, в общем, были... Ну, кто голосовал за команду сильнейшую, оказывались правы. Поэтому я бы прислушался к вам, ребят. За Нигму большинство. Я, наверное, вот по первой карте тоже за Нигму. Вот именно в плане баланса я понимаю, как этот драфт работает. А с другой стороны, ты понимаешь, что для Ван Мув нужно, чтобы Медуза получила фарм. Желательно, чтобы Айнкрат начал по карте сжечь, бегать, убивать. Не сидел ФК против Лешрака ИО. Это будет непросто сделать. Лешрак ИО могут проснуться пораньше. В общем, я за Нигму. Думаю, что Нигму закроют за минут 40. Хочется посмотреть вообще форму команд нынешнюю. Что Нигму, что Ван Мув. Мы не видели эти команды в действии уже давно. И я думаю, в любом случае, драфт-драфт, там очень много будет зависеть от скилла. Да, а так, если даже оценивать команды в своих регионах, что Нигму, что Ван Мув, они вот такие среднячки. Среднячки, но которые при этом будут бороться на любой квалификации до победы. Поехали! Нигма против Ван Мув. БУ-3. Это единственные команды, которые пока еще не играли на турнире Бэтбум Дача. Из тех, конечно, кто приглашен. Так-то много команд не играли. Кажется, знают Ван Мув уже о том, что стоит вард на ХГшке. На центре. Будут его пытаться девардить, но пока что не стягивают. Ребят, очень крутая акция от Бэтбум. Делайте ставку на общую сумму от 1000 рублей на Бэтбум. И вы можете принять в розыгрыш крутых игровых девайсов, фри-бетов от Бэтбум. И все эти ставки нужно делать конкретно на нашем турнире Бэтбум Дача. Все еще возможна встреча. Микки стоит на варде и своем, и чужом. Но в итоге на руны выходит Хакода. Уру. Очень плохо Ван Мув распределились по ронам. Все они оказались на реке. Слева и почему-то дали 3 руны вообще без какого-либо контеста. Еще и Афтерлайф очень много ХП здесь теряет. Нет у него танго, нет у него даже денег на то, чтобы принести себе первый реген. Нужно срочно пулить какие-то нагусики с котла. Расчет был на то, что он заберет как минимум 2 баунти. И принесет себе те самые танго. На какой-то линии ожидаешь больше всего столкновений. Я думаю... На топе. Андерлорд плюс Рубик, это сильная линия. Могут делать какие-то киллы, особенно на Сайленсере. Он может там очень легко подставиться. Это же герой без кого-либо эскейпа. Очень маленький МС у него. Супер он статичный. Снизу вообще я не жду киллов. Там саппорт висп и саппорт котел. То есть никаких дизейблов, ничего подобного. Да и тимбер, которого не пробить. Поэтому на топе ждем. Размены киллы. Вот Кроки уже очень много ХП теряет. Оригин у него имеется. Тут нужно время. На Андерлорду нужно получить свой... Ну хотя бы уровень 3. После этого начинается постоянный спам. Но мы это видели. Вчера Андерлорды все, независимо от того, как была закончена карта. А все Андерлорды проигрывали. Конкретно Андерлорд на линии всегда себя чувствовал шедеврально. Просто все крипов добиваешь. Зачастую кэри противника выгоняешь в лес. То есть с этим вообще никаких проблем. Либо же делаешь стаки. Нападение на Пантомема. Кробовая граната в комбинации с Таймдилейшеном создает большущие проблемы для четверки. Ванмув. Но Пантомема справляется. Хочется законтестить этот стак. Три рейнджовика. Могут уйти на нейтральных крипов. Но нет. Подошли милишники. Остановили их. У Куроки постоянно проблемы после ПН на топе. Хорошо его очень разогревают. Хакода вместе с Монкуши. Но все же два рейнджовика. Могут они работать просто по ассисту. Появляется ботл у Энкрада. Похоже появился он раньше, чем у Лешрака. Законтролит он сейчас руну на топе. Положит ее в ботл. В то время как Миккей бежит просто так за руной воды. Ботл восполнить не получится. Миккей так ниоткуда появился еще год назад. По-моему единственное было его достижение. Почему его нашли. Как это зачастую бывает. Как попасть в киперспорт. У него просто был очень высокий ранг. По-моему он там даже топ 2 или топ 3 имел. В Европе. И собственно некоторые команды его стали брать в качестве замен. Но потом он нашел свой состав уже на основу. При этом он появился вообще из ниоткуда. Я помню что видел этого Миккей с рангом 200-300. И тогда он уже очень хорошо играл. И я понимал что это очень хороший тиммейт в матчмейкинге. Но поэтому чтобы попасть в киперспорт нужно просто много играть. И все же мем все еще что-то дозначит. С высокими рангами рано или поздно в решаволокно тебя могут найти. И предложить попробовать поиграть скримы. Да для начала пострелить за какую-нибудь команду. Я вспоминаю что Миккей начинал с стендинства в Shopify по-моему. Или тогда они были еще ЕГЭ. И тогда себе неплохо показывал. Пока страдает эта линия. Курова не понимает что ему делать. Может быть пора отводить крипов. Делать стаки на двойки. Это очень эффективно для андерлорда. Или широка бут уже там в ближайшие пару минут спокойно все это выфармливается. Андерлорд стоит один под тавором. Но ванмуф так нормально. Давят линию постоянно. Да топ 6. Результат по нэтворцу. Это не то что ты ждешь от линии андерлорда без Рубик. Не особо получается у ребят здесь на топе играть. Из команды Нигма Галакси. А то есть Куров. Ой-ой-ой больно. 30 хп. 20 остается. С такими ресурсами уже и стак не успевает Куров по таймингам. Да надо топать на базу. Нет смысла нажимать танго-манго фласки. И МС-1 его сразу же начинает напрягать. Но это очень тяжелая линия. Как ты сказал, два ранжевика. Еще и Сайлансер, который Курусой постоянно спамит. Стоять невыносимо трудно. Неудивительно, что так пока складывается линия. Я бы сказал, что 16 крипов в андерлорда это еще неплохой показатель. Посмотрел сейчас на центр. Почему-то Айнкрат, лидировав по крипстату, имея такое же... Такие же количество динаев, по левелу проседал. Был он четвертый, Миккей был пятый. Вот Куруки начинает носить свой первый импакт в этой карте. Зарефилил банку. Сэму Лешраку. И Лешрак продолжает кайфовать в центре. Четвертый левел Тимбер. Можно его здесь оставлять. Это постоянно. И делать пантомем. Просто бегает, стакает. Стакает он, скорее всего, для своей Медузы. Но также и Тимбер может фармить эти стаки. Что, возможно, будет Ферстблат. Тайм Делэйсен, Луминейт. Есть тики, очень много зарядов. Идет Юма до конца. Пантомем под замедлением, но... По такие моменты не хватает гранаты. А может быть, стоило поиграть? Если таймволк был у Юма, может быть, стоило идти до конца. Может, даже таймволк нажать ради атаки. Не рискнул Юма. Решил, что без ботинка просто по скорости не вывезет Котла. И пока... Хаут именно здесь. Все, приближается к Ферстблату. Нужен баш Юма. Баш проходит. Ну и автор лайфа и стики были. И вангард прилетает. Все. Наверное, с Тимбером... Хоть и хватает магию Юма за счет таймлока, но я думаю, тяжеловато будет за счет одного таймлока убивать. А что, кстати, по скилл билду у Котла? Меня очень интересует. Чакров 2. Обычно я видел успешных Котлов, которые вообще не берут первый скилл. Они берут Блайн и Глайт. Им тоже можно добивать крипов. И ты уже становишься намного более боевым. Человато манули широка в расчет. Ох, тут забирать спокойно руну Анкрат. Руна не самая эффективная для убийства, но главное, что Боттл восполняется. Наш три героя. Ванмуф оказывается в центре, чтобы эту руну законтролить. Успех. Я вижу, Кура смещается в лес, расставляет Вижен в лесу команды Ванмуф. Ну, пытается быть полезным хотя бы здесь. Но я думаю, что все еще нужно выходить на стаки. Стаки, стаки. Почему-то Нигма, как мне видится, мало стакают. Да, тем более герои есть, которые это все фармят. Кулаки. Иногда стакаем все же успевал заниматься. Сейчас он опять один раз, грубо говоря, пришел. Ну, на большом там вроде по два стака. Так же и на инштейх. Вангвард уже появился в андрорде, но все равно какие же у него большие проблемы с количеством хп. Руна Мудрости намечается в ближайшее время. Котел чекает ее снизу, на топе заберет Куроки. Смоук. Лишрак и его в атаке. Они идут воровать чужие стаки. Очень крутая идея. Мне нравится. Мне нравится, что ребята еще и в смоке сейчас могут все это профармить. То есть противник даже ничего не поймет. Маны хватает. Сюда приходит Пантомем. Айнкрат прилетает прямо на эти стаки. Забирает дорогущих крипов. Идет в атаку. Лишрак без маны. Джейдж без релокейта. Придется здесь драться. Подходит Ихакода. Рядом Юма. Юма прыгает. Трансфер нет. Пантомем откидывается Бладдин Лайтом. Пантомем. Это будет ферзбат только сейчас. Аж на восьмой минуте. Айнкрат отвечает убийством. Ио. 1-1 счет. Выходит Афтерлайф. Юма под пилой. Выходит с пилой. Переключается на мике. Ремнант. Айнкрат. Пойдет дальше. Еще один ремнант. Врыв. Фисты имеются. Они третьи. И урона хватает. Чтобы сделать здесь в итоге минус 2. Айнкрат кстати красавчик. Он подошел еще к Хакоду. Намазал Ботлом. Чтобы у него появилась мана на курс. Но и даже без этого курса хватало урона. Чтобы убить Лишрака. Восьмая минута. Активная руна. Достается на естественную Айнкрату. Потому что Лишрак находится в таверне. Тяпики не были в позиции. И старт этой карты за ван мув. По лайнингу все три линии хорошо постояли. Особенно в топе. Да и в центре тоже все очень неплохо. После кила на Лишраке. Ребята сами пришли проверять чужие стаки. Но нет. Это слишком нагло. Куро. Пока жив. Элиминейт. Попадает. Пантомим краешком. Махавкота пытается задунайться. И получает это сделать. Хорошо получилось. Тянули на себя внимание. Какую-то часть стака все равно получилось зафармить. Еще и фраг сделали. Пока что очень неплохо в плане личного скилла. Выглядит ван мув. Микромомент их исполняют отлично. Вангвард тем временем появляется у авторлайфа. Пассивочка всего лишь в один. И ему этого достаточно. Хроносфера есть. Нужен здесь Лишрак, чтобы под нее разыгрывать, убивать. Иначе урона просто не хватит. И снова Кура. Снова на двойке его ловят. Пытается тут стакать. Как я говорила, быть полезным. Но вот уже Куру и тут гоняют. Рядом команда. Выходит GAH, Айнкрат. Не вижу никаких проблем. Стан Лишрака не так надежен, как Айяма или обычный Телекинез. А ты говоришь, нужно перетягиваться Лишраку. А я думаю, что как раз-таки Войт должен сделать какой-то ТП в центр. Потому что Айнкрат постоянно играет супер агрессивно. И это все происходит прямо перед Лишраком. Забирают еще здесь ван мув. Вражеские стаки. Они и свои за контест или и вражеские? МСи пытаются. Много стаков. Есть Лотос. Он много ХП может восстановить. Но нужна помощь команды. Нужна Хроносфера. Нужна помощь. Где Телепорт? И сюда летит ВСС Войт. МСи живет очень долго. Подходит Илишрак. Медуза. Сейчас останется без маны после Хроносферы. Это будет классный фраг. Минус Мункуши. Смогли наказать. Но вот это сила. У тебя Тавр есть. Телепорт. У тебя Релокейт. Это может все команды прилететь за одно мгновение и наказать за наглость. Еще и Манкэйт Роз выжил в этом моменте. Хотя выглядело так, что вообще там без шансов он должен умирать. Но в этой игре серьезно страдает Куроки. Все еще 5 левел у него. Хочется уже иметь шестой на такой минуте. Бедняга. Да, тут без вариантов. Телекинез. Но Курсада бьет в таком случае. Минус Куру. Смогли его доесть. А у Хакода вообще есть глибы? Игра вроде активная, но... Да, навряд ли. Я не видел, что он получал. Пуш на центре. Под Катапульты. Под Диаболиками. Глифа нет. Айнкрат приходит, но Катапульту пока не уничтожил. Еще пару орехов отлетит. Айнкрат МС. Что он здесь забыл? Телепорт. Но Кентавр, к сожалению, не хочет встанеть. Телепорт. Флешрака зарезал Afterlife. Хватает урона. Мерлендес в полете. Что-то странное произошло сейчас. Как-то так Флешрак подставился под ТП Тимбера. Тимбер, кстати, уже 9 уровень. Все у него тоже очень круто. Мы не видели пока что его подключение. Но вот оно на наших экранах. На Afterlife без мана остался. Поэтому он дальше по огоне продолжать. Бессмысленно Айнкрат. Орехи от Т2 башни очень серьезно бьет. Нужно уйти. Мне нравится, как играют в Unmove. Они супер агрессивно действуют. Хилов не так уж и много. Но чувствуется постоянное давление от Эмбера. И к нему подключаются команды. Саппорты в первую очередь. Ответный пуш. Но здесь, я думаю, без проблем Детавера. Нет топпульты. Нет пуш-потенциала сейчас у команды в Unmove. Возможно, просто теряют время. На Куру пытается просто на центре понюхать. Немного крипов взять. Свыше стой на 12-й минуте. Не дают этому сделать. Подходит сразу же ловит фисты, чайны. Там уж до Таверны рукой подать. Ждем новую хронсферу. Юма с Mask of Madness. Лишрак скоро будет с Бладстоун. Но вообще можно будет драться. Ту же Медузу убивать с Хрона. Или Эмбера убивать с Хрона. Это будет сложно сделать. Пока нападение на Лишрака. Релокейт имеется. Но имеется и ответный Глобал. Войт рядом. Но он без хронсферы. Она должна скоро появиться. Уже ближайшие пару секунд. Да, и коэффициенты. Коэффициенты у нас на экранах. 1.72 в Unmove. Ровно 2 на команду Нигма. От Бэтбум. Напомним про возможность получить бонус 100%. На первый депозит. При регистрации вводите промокод ДАЧА. Знаешь, такой крепкий кэфф на Нигму. Несмотря на то, что пока что небезубы играют в Верлигре. Релокейт не нажать. Пытается улететь Андерлорд. Ииии. Ну, в общем, это рано или поздно сработает. Когда чины будут в кулдауне. Можно будет просто улететь. Потеряли Андерлорда. А там чины не мешают. Андерлорд может прям вот так. Да, точно, точно. Как и с порталом обычным. Ты прав. Ты прав. Механика та же самая. Да, это будет очень смешно. Когда Андерлорд еще наберет чуть больше плотности. Либо будут под Ио находиться в этот момент. Но вопрос в том, наберет ли он плотность быстрее, чем будет появляться урон у команды Ван Муф. И все пока что дает к тому, что ДПС у команды Ван Муф будет. Медуза на фрифарме. Да и остальные два кора тоже. Войт пока мне позиции. Непонятно, как это дефать. МС динает башню. Что делать теперь? Рубик под вардом. Куро. Без шестого до сих пор на 14-й минуте. Телекинеза выкидывает Айнкраду. Но там проклятие висит. Оно высокого уровня. Не уверен, что Рубик выживет. Залетают фисты. И 10 кп выживает. Все же Рубик. Да, не хватает. Немножечко урона. И наконец-то у Куро появляется ультимейт. Ну, хоть что-то. Теперь можно будет какие-то чины забрать. Либо иллюминейт там, в конце концов. Либо уже пилу. У Тимбера. Это все может быть полезно в тимфайте. Сюда летит Войт. Айнкрад. Прыжок. Хроносфера. Глобал. Что делать? Как станеть? Никак. Глобал оказывается решение проблемы. После хроносферы больше никакого контроля мы не видим. Пантомемдис остается. Юмас Масков Мэддос должен гнать Кипер в злайт. Но нет, Блайднин Лайт и Таймволк нажимать уже желания никакого нет. Из хорошего, Нигма сейчас забрали две руны Мудрости. По левелу должны немножко камбэкнуть. Особенно Куро. Может быть он даже получил свой седьмой уровень. Да, так и есть. Я постоянно вижу картину, как Миккей бегает без маны. Но наконец у него появляется Бладстоун. Эти проблемы должны быть решены. Не знаю, как сейчас билдятся Виспы. Но с Лишаком, возможно, тебе стоит задумываться там о каком-нибудь раннем соло-ринге даже. Чтобы постоянно у него были ресурсы. Тут Гривсы нужны в такой игре. Тут Андерлорду Лотос нужен. Войду, Манту, Лишраку, БКБ. Вот все так это видится. Чтобы можно было комфортно играть против небольшого количества замедления и сайланса. Смог на Афтерлайф. А сможет ли он выжить? 2000 хп. Вангард. Ну выглядит как хорошие шансы на выживание. Давай смотреть. Афтерлайф. Все, слишком просто. Кура не успевает дать телекинез. В таком случае мы увидим уже ответную атаку. Айнград прыжок. Лишрак начинает резать. Как спасать? И его может быть стоит... Он просто-просто уходит. Релокейта нет. Просто убегают. Я не знаю, насколько здесь вообще реалистично драться дальше. Зарезали Лишрака. Пила ответная. Афтерлайфу больно. Но продолжение не будет. Врывается и на МС. Войда в драке нет. Он не может драться. Джейдж пытается помочь. Нажимает релокейт. И улетает один. При этом скоро вернется. Это будет минус 4. Суммарно. Здесь шансов у Виспа вообще нет выжить. Ну да, попытка улететь. Все-таки уходит. Опять реализует отсутствие контроля. Ну как-то Афтерлайф вообще не дал спалы. Мог бы он ставить в прокаст и спокойно получить еще хил сверху. Да все равно очень круто получилось. Ребята 4 минуса сделали. При условии, что Медуза особо не была задействована в процессе. А Медуза скоро подключится по полной. Манта плюс бабочка. Понимаем, этого будет хватать. А Лешрак и его. Ну вот атака на Тимбер смешно выглядела. Ребята не смогли даже дать минимальный стан. Тимбер спокойно ушел. Но в таких случаях обязательно должен идти Рубик вперед. Чтобы дать Телекинес. Как раз таки подстяпить под Лешрака. Под какие-то дизейблы они могли выдать урон. Но даже если бы они зачинили Телекинес и Сплитверф. Я очень сомневаюсь, что Афтерлайф там умирал. Трансфера. Трансфера в целом неплохая. Но вот как дальше Тимбер контролить? Выходит лишь Рак. Афтерлайф просто улетает. Не хватает снова плюс контроля. Но Глобал мешает дать плюс контроль. Пантомем под замедлением. Лотос вешается. Яма на Пантомем. А Пантомем очень долго живет. Но наконец-то мы увидели неплохой выход. Там в спине врывается Айнкрат. Главное здесь не заиграться. Куру выживает. Еще одни фисты. Но есть Стики. Айнкрат. Изящно. Изящно уходит в лоу-граунд. Улетает на Ремнансе и спасается. Расслабляться нельзя. Все еще игра против Войда. Одного из сильнейших кэрри в доте. Его еще и совух там выдал. Мог он не нажимать свой ремнант. Каким-то магическим образом. Нейтральный совух. Помогает. Команде OneMove. И мы смотрим опять на страдания Андерлорда. Это уже какая игра подряд, где без слез не взглянешь просто на этот геймплей. Шестой Нетворс. Возможно дело не в игроках. Это, судя по всему, дело в героях. На Войду пока надо качаться. Маловато все еще слотов. Забавная попытка поймать Айнкрата. Айнкрат уходит. Руну при этом забирает лишь Раг ДД. Не самая хорошая руна. Ну, хороший крип. Можно с ним побегать. Ну, хорошо, что эта руна не досталась Семьеру. С ДД он мог сделать очень много грязи на карте. Релокейт. Окей, как драться за этого. Догорел. С ума сойти. Весел плюс Курса. Очень ранее Весел появился у Пантомема. Хороший выбор предметов. Здесь хил нужно резать. Хил очень много. А кто ты теперь? Кто ты теперь без Иота? Лишрак. Выживешь ли ты? Батстоун в кулдауне. Врывается Тимбер. Зарезали Лишрака только что. Без Ио все становится тяжелее. Вообще ничего не можешь делать. Восемь тысяч перефарм. Медуза все еще по-настоящему в игру не входит. Ну и вот. Это та самая команда OneMove. Которая без дизейблов просто бегает и играет прямо около врагов. Постоянно Эмбер бежит вперед. Постоянно покает. Из-за этого очень много спейса для Медузы, которая прифармит. Также очень много спейса для Тимбера. Я думал, что тут Медуза должна быть безоговорящей на топ-1 Нетворсом. Но посмотрел вообще на цифры. И Тимбер держит первую позицию. Да, с небольшим отрывом. Но это удивительно. Ёма на Варде. Прямо сейчас. Глобал. Чейны. Манты нет. Были куплены молнии. Mask of Madness. Все что угодно. Но манты на 20 минуте ее нет. И честно говоря, тайминги появления этой манты вообще пока непонятны. Вот так это зеленый свет на Рошана. Сейчас для команды OneMove они могут забрать Т2 снизу. Хакоду можно продать. Какой же Хакода плотный? Попробуй его еще убери. Не хватает урона. Райндроп. Стики в запасе были. Команда уже подходила. Но это прям проблема. Что уже не хватает урона на быстрый килл саппорта. Намечается ли какой-то Солар Крест? OneMove. Ведь с Медузой супер простой скрипт игры. Ты забираешь Рошана, идешь на ХГ. Медуза покупает манту Баттерфляй и становится неубиваемой. Хотя здесь, в этой игре, можно подумать не о том, чтобы купить Баттерфляй, а купить Скади. Это и порежет хил против Беспас Лешраком, и против Франжевиков. Это очень хорошее замедление. Скади планируется, но только после Дейдалуса. Паттерфляй уже имеется. Дефолтный билд. Ничего не стал придумывать Монкуши. Провальный Рубик абсолютно бесполезный. Куро ничего на карте полезного не сделал, кроме стаков только что на двойке. Ну так вот получилось. Уровень 6 взял на 13 или 14 минуте. И просто это сейчас корм для Эмбера, для Тимбера. Да, в общем-то, для Медузы тоже в будущем будет то же самое происходить. Лешрак с БКБ. Ну, хотя бы так. Джейдж пытается подборовывать руны и делает это неплохо. Нападение на Рубика. Плаймгард забирает Куро. Телепорты есть. Возможно, будут играть под Куро. Это будет такой небольшой байт. Ставится хроносфера. Отличная хроносфера. Андерлорд входит в нее сам. Тимбера должны добивать. Автерлайф живет. Да ладно, неужели не убьют? Автерлайф вылетает. Тимберчейни под лоту с орбом. Это полный провал. Айнкрат на месте. Мункуша готов входить в драку. Мункуша входит. Орет Медуза на всех. Все пытаются отвернуться. Иллюминейт. Нажимает БКБ Лешрак. Вкатывается Айнкрат дальше. Пока Мункуша в идеальной позиции. Можно просто райдкликать. Драться нечем. Глобал нажимается, как только он появился. Не самый удачный получился. Отступает по любому. Ну ничего, продолжить можно давить дальше. Релокейта не будет. Лешрака поймали. У него больше нет ни маны, ни хп, ни Блэкингбара. Показательная драка. При неплохой хроносфере не хватило урона, чтобы убить хотя бы одного Тимбера. А при этом все условия были соблюдены идеально. Стоял Андерлорд. Поливал Файрешторм. Стоял Лешрак вплотную к этому Тимберу. И бил его в Войн. Так, Тимбер сейчас еще и Тараску купит. Его до этого убить не смогли. После того, как он купит предмет, шансов будет просто ноль. При этом глобала не было. На момент хроносферы не было глобала. Если будет глобал, то шансов просто ноль. Коэффициенты поменялись. Ровно 8 предлагают на Нигму Бэтбум. 1-0-4 на 1-мув. Поэтому, кто вдруг верит в Юму на Войде, терзайте. Ловите 8. Коэффициент. Ну, Медуза уже, в общем-то, деньги на Кристаллис имеются. Рошан на 23-й первый. Я не хочу, не люблю, короче, знаешь, сказать там, кто виноват или как. Но вот пытаюсь понять билд Войда. Как-то получилось, что вот в такой игре оказался Мом и так задержалась Мотостайл. Что до сих пор аж ее нет. На Войде я даже не знаю. Я вот не игрок на этом герое. Но, в принципе, Мом плюс Мелл Шторм это дефолт. Постоянно ты это видишь. Тебе нужно разгоняться. Ты не покупаешь там какую-то БФ-ку. Ты качаешь за счет Молнии. У него просто мало. Наверное, в этом объяснение. Ну и к тому, что у тебя есть аналог за те же деньги Молнии плюс Яша. Молнии плюс Мидас. Ну, тоже неплохо. Да нет, ну мы говорим конкретно в этой игре, что ты зависим от манты. Ты видишь тимфайты, ты видишь хроносферу. Ставится хроносфера. Эмбер чей нами дистанционно тебя контролит. В итоге ты стоишь в хроносфере и не можешь бить. Вот вроде такая мелочь. Твой герой не работает, так как ты ожидаешь от него. Ладно, 13 тысяч перефарм. Медуза вместо Дейдалуса все же выйдет в быстрый скаде, как ты вот и предлагал. И ребята уже готовят все для того, чтобы заходить на базу. Остается команде Нигмы продолжать фармить. Съедать крипов по линиям. У них уже вроде как есть позиция на центре. Может сейчас Лишрак выйти, скипнуть пачку крипов, которая выйдет через 5 секунд. Но пока что не фармят лес. Они бы могли уже на топе пачку убить на центре. Странными вещами занимаются. Никто не скипает крипов. Сейчас просто к ним на ХГ зайдут и вынудят драться. А драться нельзя в такой ситуации. У вас Медуза с Эйгисом. Вы, по идее, испытываете проблему убить ее хотя бы раз. Два раза убить ее просто невозможно. Нужно этот Эйгис ждать, 3 минуты как-то терпеть. Но принимается решение лететь на базу. Сейчас Сандерлорд будет откидываться. Мало получает урона сплитшота. У Андерлорда есть Кримсон. Этот Кримсон можно нажать еще и на вышку. По идее, Эндерлорду нужна еще Элебарда. И тогда этот герой будет эффективен. Его аура плюс Элебарда, плюс Кримсон. Медуза будет не проблемой. Хотя бы на короткий промежуток времени. Аккуратная защита. Ребята съедают хотя бы частично крипов по центру. Хотя туда команда One Move уже смещается. А One Move пока будут давить. Поэтому пытаешься найти какие-то причины. Я думаю, что пока Нигме ничего не может сделать. Нигме нужно только играть сплитом. Они упускают свои возможности. Вот сейчас почему приходит пачка на топе? Потому что они ее не скиплили. Хотя позиция была для этого очень хорошая. У Лешрака вместе с Виспом. Эти пачки просто нельзя подпускать к базе. Пик не такой уж и мобильный. У Лешрака есть БКБ. Он может делать БКБ-топа-аут от любой комбинации героев One Move. Он неубиваемый. Так, на центре хотят поймать. Смотри. Там много телепортов. Вот этих ребят, которые гуляют. А там уже прыжок от Амберспирита прыгает в эту даблу. Уворачивается Анкрат шикарно. Глобал. Улететь отсюда никто не даст. Остается здесь Лешрак драться. С Тонгейс может быть. С Тонгейс. Сколько он? Полтора секунды, по-моему, или две срабатывают. Не успевают Мункуши, чтобы эффект СТонгейса активировался. Неплохо. Сразу же наказали. Но Нигма могут это делать постоянно. И делать это по всем линиям. О чем ты и говоришь. И затягивать эту игру. О КД БКБ нужно так агрессивно играть. Сейчас Лешрак уязвим. Сейчас ему просто Эмбер может чинами этот ПСБ. Да и ТП в КД. Поэтому Лешрак стоит и ждет, пока появится Висп. Когда он сможет пойти под протекцией с релокейтом. Вот это с базы. Минута остается до конца Егиса. База все еще стоит. Очень хорошую работу делает здесь в этом плане Андерлорд. Купил хорошие предметы. И в скором времени у него появится Лебарда. И это уже, знаешь, опасно. Пока Войт набирает слоты, да. Но Войту тут еще предстоит много работы. А еще тут по-хорошему слота бы два. В манке Янбар какой-то купить. Если игра затянется еще на минут 20, я скажу, что они могут это выиграть вообще легко. Будет одна трансфера и все закончится. У них очень хороший пик. Мы об этом говорили в самом начале, что у них хороший балансный пик. Главная проблема была для них постоять линии. Они с этим, ну, не справились. Это катастрофа была на всех линиях. Везде были проблемы. Я бы сказал, самое, конечно, печальное это была верхняя линия. Рубик. Как пик. Может быть, на бумаге неплохо. На деле Куро играет со статистикой 0-4-1. Да и крипов он не фармил. Чисто вот стоит на XP. Сейчас и отспамливается хотя бы фейтболтом. Авторлайф с Аганимшардом заходит на казармы. Кстати, интересная стратегия. На Аганимшард не работает Кримсон Гвард. Спокойно прожигает. Он эти здания. Андерлорд ему не мешает вообще никак наносить урон по баракам. Да и посмотрите, что Тимпер, в общем-то, в одиночку. Ломает базу, забирает первую казарму. Подходит Айнкрат. Проспамить крипов быстро. И Авторлайф. Понемножку, по чуть-чуть. Делает свою задачу. Никак на это Айнкрат не реагирует. А что делать-то? Крипов съедают на центре. Но при этом крипов идут по топу. Если прям ванмуф очень сильно захотят, они могут через топ пройти и на мид. Так они и будут делать. Авторлайф чувствует себя неубиваемым. У него Тараска. Что вообще ему могут сделать? Пока просто смотрят, ребята. Продолжает лишь Рак фармить чужую двойку, чужие линии. Ребята наконец-то телепортируются. Лишь Рак в невидимости. Хроносферу хочется нажать. Ребята активировали Смоук. Это может быть интересно. Это может быть перелом на моменты начала камбэка. Ну, либо ванмуф уже закончит эту карту прямо сейчас. Это лучший момент. Авторлайф вышел. Медуза рядом. Юма. Может быть, это момент, когда нужно врываться. Видит Айнкрада. Юма на Мункуше. Пока ноль реакции. Может быть, ощущает, что просто не хватит урона. Кура жжет. Кура. Кура очень долго живет. Где же помощь? А где хроносфера? Где бой? Ничего нет. Ничего нет. Ребята пока ждут удачного момента. Нападение на Лишрака потрачено уже Стоунгейз. Юма просто бегает. Юма, нужно просыпаться. Что происходит? Юма запаниковал. Дают ребятам колу, что нужно уходить. И драка, где в какой-то момент произошла какая-то массовая паника. И ребята потерялись. Что вообще делать? Просто в разные стороны побежали. Тип отхакован из стороны Юмы. Ну да, да, это справедливый тип, учитывая, сколько времени Юма потратил, чтобы найти саппорта команды OneMove. Ну и падает вторая линия. Нападение на Эмси. Эмси застревает. Эмси закидывает Элибарда. Выкупается лишь рак. Хроносфера все еще есть. Но будет ли идеальный момент для нее? Хроносфера ставится отличная. Закрывают Эмбера. Казармы, правда, продолжают падать. Юма почти без маны прыгает до конца. Вперед на Афтерлайф. Афтерлайфу вообще наплевать. Урона просто никакого нет. Пила. А может быть с Пилой будет попроще Афтерлайф? Ну, похоже, съели. Мункуши, правда, остается в тимфайте. Он полностью фуловый. Мана подливается. Два корма, наверное, нужно быть аккуратным. Могут здесь оставлять Медузу. Медуза. Они обязаны ее не отпускать. Но у Войда слишком мало ресурсов, чтобы драться против такой Медузы. Да, и у Андерлорда всеми от маны. Огрызнулись, огрызнулись. Но OneMove тут уже прям очень нагло пошли. Уже практически под фонтан давить. И дождались байбека от Лешрака. Хорошая статистика после тимфайта. Забавно, что даже в этой ситуации OneMove нанесли урона больше. Но работает Ио. Ио, Лешрак. Да и Войт на таймволке постоянно хп восстанавливает. Похоже, чтобы завершить билд Афтерлайф ему просто нужно купить Блэдмейл. Я посмотрел, сколько его бьют, сколько урона по нему наносят. В какой-то момент он может просто нажать Блэдмейл, и враги откажутся его дамажить. Скади намечается у Юмы. Против ренджевиков хороший предмет. Хотя я не уверен, что против Медузы это хоть как-то эффективно. А что, мы МКБ, да, наверное, хотим? Это непонятно. Урона не хватает, выживаемости не хватает. Здесь... Сейчас вводит добавить тысяч пять на Творца, и более-менее уже будем думать, как выигрывать игру. Но... С тем показателем, который у него есть сейчас, это очень трудно. Ну что, раунд номер два. Багдор выключается, тимбер. Продолжает сжечь бараки. Хроносферы пока нет. Важный тайминг, когда 25 секунд Хроносферы. Придется 25 секунд смотреть. Нельзя нападать без Хрона, просто я не вижу никаких шансов даже, как начинать. Лишрак, конечно, закидывает очень много станов. За счет Агоним Шарда. Но Казармы придется отдать и уже защищать последнюю линию. А Нигма, возможно, нажмут снова как раз-таки преддверие появления Хроносферы. И будут выходить в очередной раз. Юма улетает. Все верно. Приходит на помощь своей команде Аптеллайв. Грызет третью линию. Главное здесь ванмуф не заиграться. Хотя посмотрим, может быть, я настолько уверен, что даже под Хроносферой драку можно будет забрать. Юма ворвался, проверил, что идеально Хрону пока не поставит на реверсе. Возвращается на свою базу. Еще один прыжок. Отличная Хроносфера. Можно бить. Подходит команда Глобал. Есть от Хакода. Минус два. Тем не менее, открывают. Медуза орет, но не может бить. Находится под Олибардой. Попытка убить хотя бы Джаша. Джаша попадает под контроль. Умирает. Дальше. Идет Лишрак на Мункуши. Мункуши маны очень мало. Подливается она понемногу. Мункуши. Телекинез. Мана закончится. Вот-вот. Маны больше не остается. Можно давить дальше. Отличная яма от майт-контрола по троим. Медуза. Манта стайл. Битва до конца против Лишрака. Он умирает после байбека. Где в этот момент бегает Фестлос Войт? Я не понимаю. Войт снова бегал за Хакодой. Пол драки. Хакод при этом выживает. Мункуши оказывается под станом. Добивает Мункуши. Автерлайф. Один против всей команды Нигма. Но Автерлайф. Маны хватает. Наверное, еще можно попытаться как-то полететь. Телекинез. Тимберчейн. Нажать. Улетает. Кик победе. Две казармы. И они отдают драку. И что створил Юма? Посмотри на таймер Рошана. Терри спавна. Секунда. Сейчас просто идем, забираем Рошана. Получаем Аегис. Кому там Лишраку или Войду. Это не важно. И это будет полный камбэк. Да, пацаны. Давайте хайлайт посмотрим. Это была одна из лучших хроносфер за последние пару месяцев. Давай посмотрим, куда ушел Юма после этой хроносферы. Потому что на центре его не было секунд 30. Я сидел и думал, а где Войт? А где Войт? А что он делает вообще? Ну, из того, что мы увидели в конце драки, было ощущение, что он просто за Хакодой бегал. Хакоду тут его хэтпенда, по-моему, отспамил. Потом просто бегает, бегает. Ну да, Юма что-то вот как-то... Ты вот правильно сказал, что у них неровные отношения, возможно, возникли. Что полдраки просто Юма. Смотри, сейчас Юмы нет. Он потерял вообще... Он потерял пантомема. Ага, да, на пантомема. Но стоит ли того, когда здесь ведь вся шумиха идет. Здесь нужна помощь. Медуза погибла бы намного раньше. Но, с другой стороны, о чем я вообще говорю? Это не имеет никакого значения. Драка выиграна. Нигма камбэкают. И все становится еще интереснее. Линия на центре остается. Это самое важное. Это не мега-крипы. Телепорт-то успевает уйти Джаш. Где хексы? Может быть, Киперовзлайт будут уже выходить в этот хекс? Нужен контроль. Нужен дополнительный контроль. Как можно играть, когда у тебя одни чайны? Ну да, и по идее еще и Тимбер должен этим хексом заниматься. Возможно, выбор Тараски был не самым крутым. Я его хайпил. Я говорил, что Тимбера никак не убить здесь будет. Но Тимбер разваливается. У Фейсис Войда уже очень большое количество урона. Хотя у него из ТПС-артефактов всего лишь один Йолнер. Да, да. То есть представьте, что может быть, если после Скади Войда тебе купит тот самый Манки Кинг Барр. БКБ у Медузы. Фух, ну я думаю, ванмуф напряглись. Ванмуф напряглись. Чувствует, что игра теряется. Она выходит из твоих рук. Вот эта победа. Не самое страшное, что они сейчас проиграли Драку. Самое страшное, что они потеряли Аигис. Медуза с этим Аигисом могла идти вперед. Не бояться хроносферы. Сейчас же игра может затянуться еще на ближайшие 8-10 минут. До следующего Рошана. Если, конечно, Нигма Галакси не побегут вперед. Не начнут играть супер агрессивно. С этим Аигисом он им не придаст какой-то уверенности. А я хочу, чтобы Нигма как раз пошла вперед. Потому что ванмуф, наверное, не так это ожидает. Ванмуф ожидает, что противник будет оставаться на базе и играть. Но пока нет Скади. Пока Скади в Курьере мертвом. Надо ждать. Тут понятно, что никакой атаки без Скади. Ну, нет смысла у тебя. Столько Нетворса лежит нигде. Ну, а коэффициент-то, бэдбум, в какой-то момент был 8. 8. Я думаю, даже и цифры побольше можно было увидеть в моменте. А теперь ты думаешь, что вполне реально Нигмы возвращаются в игру. Но это то, о чем ты говорил, что в минуте на сороковой ты прекрасно видишь, как пику Нигмы Галакси выигрывают в этой игре. И здесь ванмуф подставились очень серьезно, когда пушили ХГ, так что... На терзателя полетели. А там будет драка. Ох, как опасно, терзатель. Уничтожен. Ребята улетают. А как остановить? Медуза не успевает. Не успевает. Но там все же нужно. Не помню, там по 1,75 или 2 секунды нужно оказаться... Под этим эффектом 2 секунды. Он это моментально понимает. Представь, сейчас у Медузы был бы блинг, он просто делает блинг прямо в портал, и все на него смотрят. Все четыре героя. Это мог быть Team Vibe. Вот такая мелочь. Вот такой маленький нюанс драфта, да? И насколько становится играть тяжелее. Там был бы любой, любой небольшой стан. Там хоть хотя бы какой-то Огар Маг, я уж не знаю. Ничего этого нет. Хотя бы какая-то Винга. Да, Винга. Винга, кстати, когда Войду увидел, я всегда жду, когда команды будут эту Вингу добирать. Универсальное спасение. Пока вот... Мы как раз с тобой вчера вспоминали героев, которые не умеете. Прям с тобой и Огар Мага, я вспомнил. Ты вот Вингу назвал героя, которых никто не пикает. А мы ждем патч. Мы ждем патч. Уже вот по логике со дня на день должен выйти новый крупный патч. Да, не удивишься, если это будет сегодня-завтра, должно быть в ближайшее время. Потому что Valve обещали его перед квалификациями на АИН. Ну, желательно за неделю. Это было бы логично. За неделю до квалификации, чтобы команды все подготовились. Соответственно, через два дня будет неделя до квалификации на Самза Интернешнл. Ну ладно, небольшой автоп. У нас игра в активной фазе. Минута 10 секунд. Таэгис у команды Нигма остается. Телескоп у Хакоды появился. Призма у Киперов Зелайта. Юма в атаке. Команда рядом. Выходит здесь и Лишрак. Лишрак будет выходить в Хекс. 3600. Ну, в общем-то, Войт приближается к МКБ. Не знаю, готов ли Юма играть агрессивно, не оставлять байбэк. Мне кажется, что нет здесь смысла сейвить байбэк. Та игра, где тебя за один стан не убьют. Потому что стан один, и то это не совсем стан. Да, и специфика Войта такая, что ты поставил хроносферу. И если ты играешь без кого-то аганима, ну, ты более-менее бесполезной становишься. Хекс есть у Тимбера. Ну, наконец-то. Будет попроще. Для Нигма это будет большая проблема сейчас. 3200 у Медузы, 23 уровень. Ну, Медуза-то практически готова. Что мы видим по предметам. Уже особо ничего и не купишь. Статистика по урону. Наверное, ничего удивительного. Может быть, лишь Рак обычно побольше набивает цифры. Побольше, чем тот же Войт. Так, что это за смок? Появился ли какой-то Хексу командный? Хексу Тимбера. Плюс пропал Аегис только что. Смок абсолютно понятен. Юма. А где же тот самый Хекс? Прыжок. Ну, там был Лотус. Наверное, не хочется в Лотус нажимать. Хотя, может быть, и стоит. Даже если, несмотря на то, что ты окажешься в Хексину и противника, можно давить остальными героями. Неплохая попытка. Но Юма оказался здесь не один. 10 тысяч перефарм за 40 минут. Это на один тимфайт. То есть, вот уже... Единственное реальное преимущество в Unmove — это наличие... Точнее, отсутствие казармы противника на двух линиях. Вот это да. Это приятно. Да, преимущество было намного больше до последнего тимфайта. Сейчас же оно держится... Ровненько. В течение последних минут 50. Ну всё. Шутки шутками. У Войта, МКБ, Скади. То есть, я думаю, что за одну хроносферу Юма выжигает всю ману. Один. Очень серьезно выглядит этот Войт Можно ему еще продать Маднес Как раз таки он подумывает о том, чтобы купить Рефрешер, и рефрешера покупать невозможно До того, пока у тебя нет скади Скади уже есть, так что условия выполнены Смоук на смоук Интересно может быть МС один на центре, но он неправильно что танкует Если на него полетят все Войт тут же накроет хроносферой Войт бегает в чужом лесу Ну и мы в ожидании Рошана Все, ванмуф больше на хайграунд Без Аегиса не пойдут А Анигма имеет неплохой потенциал Хорошо, тогда идем в портал И начинаем обварживать уже Место у Рошана Рошан будет снизу И по всему ванмуф туда и бегут Направление на Нижний Рошпит Они хотят найти Эмбера, который Прилетит на Ремнант И Юмуа уже замахивается, смотри Весельчак Было бы прикольно Как-то найти Эмбера И забайтить его Улететь на этот Ремнант Но Эмбера не находят Казалось, что Абсолютно Быстрая Однокалиточная карта Которая закончится на 30-й минуте Превращается В интересное Противостояние Да, дарят команду У нас интригу 10 секунд Нужно уходить Рошан может появиться За силой света Об этом знают команды Но до Рошана Целых 2 минуты Соответственно Скорее всего Рошан будет Там будет битва За силой тьмы У Нигмы нет Никакой инфы О том Есть Рошан или нет Медузу не видно Они должны быть Сейчас на таймере И они должны паниковать Какой-то смог Нажимать Бежать вниз Контестить этого потенциального Рошана Да, его нет Но Такой информации Ты не получишь в игре Ну да Просто Так уж получается Что Нигме нереально везет Что Рошана нет И можно попармить Побегать Воет Нинджагири Ну От Юмы Сейчас большая ответственность Он поставил Хорошую хроносферу Но просто представьте На секунду Что он поставит Плохую хрону Или закроет Там какой-нибудь Киперозелайта Как тяжело Будут эти драки После Тут в это все Упирается Неплохой смоук Автор лайф Замечен Кекс Належь рака Релокейт на готове Хроносфера ставится Закрывается Медуза Ну Поехали смотреть Урор просто сумасшедший Но его не хватило Чтобы выжить всю ману Стонгейс активирован Войт Пока жив Мункуши прыгает дальше Находит Майт контрол А майт контрол Это ужасная цель Врыв снова на Медуза Алибарда Медуза не может бить Медуза не бьет Остается без маны Пантомем не может помочь Мирус Мункуши И наверное Это тот самый Переломный момент Когда игра Переворачивается В уже пользу Команды Нигма Пошли массовые байбэки Айнкрада давит до конца Айнкрад один Против троих Не вывозит Остается Афтерлайф А Мункуши прыгает на Куру Мункуши с байбэка Айнкрад может выкупиться Пока ждет Айнкрад Момента Выкупается Возвращается на Ремнант Айнкрад помочь не может Афтерлайфа потеряли Все игроки Ван Мув вернулись Юма остается Афтерлайф под башами Телекинез Могут убить Айнкрада Айнкрад в таверне Майт контрол Делает ультра килл Эмпер не будет 100 секунд Плюс И Вы понимаете Или вы не понимаете Что только что произошло Но похоже Нигма Этим моментом Этой минутой Забирает не только драку Но и всю карту Да и бегут они Не на Рошана Они бегут прямиком На вражескую базу Хотя нет Войт разворачивается Делает ТП вниз Но Пять байбеков Пять байбеков И даже они не помогают Это байбеки Где ты можешь быстро Вернуться в тимфайт Где у тебя есть Аванпост Где у тебя есть Ремнант И даже это не помогает Дотянули Затянули Ван Мув Немного быстрее Не получилось закончить Вот был вот этот таймер Где ребята Ошиблись Оказались в трансфере Афтерлайф После байбека Тиберсоу И уже особо чувствуется Нехватка дизейблов Просто Медуза нажимает НТУ В той драке И никого не может бить Все враги разбегаются От нее Ну и Пантомем Подставляется Да теперь я думаю Уже не нужен никакой Рошан Можно идти Просто на базу Времени очень много Все на таймерах Не могут они пойти на базу Просто из-за того Что стоят везде Т2 Ну да У Ван Мув будет глиф После того Как они убьют Лышку на центре Допустим И Еще и после Т3 Будет глиф То есть 2 глифа В запасе должно быть На верочку Забираем Рошана Получаем рефреш Этот рефреш Возьмет себе Скорее всего Юма Он его и планировал Покупать Можно этот рефреш Скипнуть Взять какой-то Артефакт на урон Ну что Коэффициент 8 Коэффициент 8 Напоминаю Был на команду Нигма Теперь это уже Звучит смешно У нас Действительно Получается Интересная встреча Две команды Более-менее равные Мы видели Что Ван Мув В этой игре В этой карте Спокойно могли выиграть Но Нигма Галакси Показывают характер Кто бы знал Что переломным предметом В игре может стать Обычная Алибарда Которая куплена Вот этим В какой-то момент Казалось Бесполезным Андерлордом Но как же Алибарда Работает сильно На героев С дальней атакой 5 секунд Ты вне игры Под стунгейзем Если особенно это происходит Да Особенно на Медузу Которая отказывается Покупать БКБ На Медузе Ты вообще не хочешь Этот артефакт брать Да Коэффициенты забавно Выглядят Теперь 4-4 На Ван Мув 1-17 На Нигму От Бэт Бум Падает Первая линия У нас будет еще одна драка Но у Войта Две хронсферы Наготове Айнкрат хронсфера Закрывает Закрывает Или Шрака Но главное Что Айнкрат в контроле Есть Тонгейз Войт Айнболк нажимает Восстанавливается По ХП Еще одна хронсфера Возможно Прямо сейчас Юма Нет Невозможно Рефреш валяется В рюкзаке Пока не откатиться Да надо уходить Пожалуй Много потратили Нет смысла Нажимать Рефреш Просто так Лучше его нажать В другой ситуации Могут вполне Сейчас улететь На релокейте Да там Тараска Сыр Нужно ли кому-то Улетать на релокейте Здесь Есть еще и большой лотус У Джейджа Действительно У него Огромное количество ресурсов Он никому не должен Давать умирать В спину зашли Убили Рубика быстро Без байбека Находится Куру Нигмы не заигрываются А вот оставаясь Здесь вот так вот Просто нагло Джейдж ворвался ХП фуловая Юма За пантомема Побежал С гема Да некуда его класть Этот гем релокейт Пытается уйти И его останавливают Здесь оцепенением А что А за что здесь драка В меньшинстве Ну ладно Пока 4 в 4 Ситуация Хронсферы просто нет Рефрешать не хочется Хотя Юма на готове Ага Вот это интересно Кстати Да это интересно И должны это Нигмы контролить Слишком много было ситуаций Когда Оставался голый трон И противник Даже несмотря на Отставание экономическое Забирал карту Но что-то дальше происходит Ловит Бойда на хекс Будут уже ждать Откатах в анасферы 60 секунд остается Не хочется в такой момент Жать рефреш И всего лишь 58% шанса На победу Нигмы В такой ситуации Когда они ведут Уже 15 тысяч Когда они отставали Всю игру И в последних Кимфайтах Не было Ни малейшего Шанса Ванмуф На победу Ну в этом-то И прелесть Доты Когда Даже преимущество Одной команды Это не значит Что карта Закончится Точной победой Дота В этом плане Вариативно Всегда Всегда можно найти Победу Особенно Когда ты играешь С воином И Андерлорд Который В прошлой драке Напомню Ультра килл Совершил Которого Так и не убили Который стал Тем самым Настоящим танком На которого Не хватает Урона и контроля Эмбер Хочет купить себе Нулифайер Но пока он задержится Курьер был убит Три минуты Без шлема Три минуты Очень долго Может быть Стоит купить себе Еще один шлем А старый продать За пол цены Если все же Нулифайер Так необходим Ну Нигма Хочет купить себе Свой рефрешер Петли Нигма Реализовать Свои Егис Эффективно В траке Если захотят Ну вот под Юму Никто не играет Просто Юма Забирается 2 И команда далековато Может быть команда На мид пойдет Уже полным составом Кура здесь Подходят Точно не стоит Идти и бить здание Нужно искать Какой-то пиков Очень хорошо Пикниг Работает Какой-то героев Заход по центру Прям через бэкдор Будут пробивать Попали по Пантомему Тайм делейшн Пантомем Хекс в ответ Пантомема Пытается спасти Юма Я боюсь Что он до конца пойдет Для Пантомема Это проблема Умирает Кипер взялает Без возможности вернуться Медуза в это время Скипает пачку Ну две катапульты Нет Ничего ты здесь не скипнешь Глифом тоже не сказать Все что ситуацию решишь Нигму могут нажать Ответный глиф 20 секунд До тропа Аегиса Ну за это время Могут успеть Ребята поломать Т3 Крипы идут и по топу Да Ну хорошо Этот фактор снова остается Но знаете Уманмуф не идеальный герой Для того чтобы забирать трон Я помню что По моему Эму купил там Три рапиры на Эмбере Он нормально ломал трон Но такой функции У игроков Нигмы нет Ой У игроков Unmove Во-первых Во-вторых У Нигмы есть функция Прилетать на базу И Андерлордом И Виспом И спокойно все это дефать Вот ты заговорил про рапиру Я как раз таки думал О том что Эта рапира нужна Мункуше Не хватает ему урона Может даже какой-то Хекс ему купить Ну ладно Хексы должны покупать Другие игроки Хексы есть уже на Тимбере Хексы Возможно на Котле Давно мы его не кликали Нет У Котла Хекс еще в планах Уже очень давно Минут 15 последних Он хочет этот Хекс купить До этого игра шла так Что Хекс можно было купить Очень быстро А потом ведь Ванмув Стали проигрывать Тимфайты И фарм Закончился Хексу Андерлордом Пытаются выйти Сейчас Ребята из Ванму В смоке Сразу после того Каэгз заканчивается Могут попытаться Найти Юму Но Юма бегает Просто в Анькрат Прыжок Глобал Хекс На Войда Много контроля На Войду Успеет и добит Еще один Глобал Хроносфера ставится Закрывают И Медузу И Кипровзлайты Медуза закрыта краешком Стонгейз заканчивается Мункуше Пытается драться Ловит Хекс От майтконтрола Форстаф Он выталкивает Мункуше Но больше помощи Не будет Мункуше Никто не может помочь Маной больше нет Медузы больше нет Хокода телепорт Рефреш Хроносфера От Юмы Ну и ну От Хокода Ну и ну Так надо крипов съедать Надо крипов съедать По Миду Чтобы уделать Авторлайв Прямо сейчас Но остальная пачка Остается Этого хватит Игрокам Нигма Глифа Нету Уанмуф Как-то Эмбер Может против этой пачки Сыграть Ну да Сейчас Хроносфера Нет И можно чуть расслабиться Но времени хватает Чтобы забрать В любом случае Эти казармы Времени хватает А Нигма Ничего не мешает Поиграть до следующего Рошана Небольшая проблема Даже эту казарму Можно добить Могут пробить Через бэкдор Да бэкдор И кстати ДПС Что должно хватать 27 ловли Лешрак У него Должен быть талант На диаболике Даже Лешрак не нужен Вот так Ну да Талант есть Посмотрим Будут ли ломать Тогда вот прям с нуля Итавра казармы Да просто игнорируют Факт того Что нет крипов на базе Нет глифа У команды Ванмуф Ничего они с этим Поделать не могут Ну да Вообще легко Единственный выход Это бэйбэк на Медузе Нажимать прямо сейчас Хотя можно играть Причем не крипов Все же Минута 53 Бэйбэк на Медузе Скорее всего Ценее чем крипы Выкупается Все же Медуза Ой-ой-ой Лешрак выпрыгивает Он не сможет вернуться На базу команде Но можно Тимбера Избивать и так Тимбера Очень много фокуса от Юмы Тимбер умирает Без бэйбэка Глобал залетает Но слишком поздно Пытается убить Хотя бы Джи Эйча И его в таверне Он с бэйбэком На релокейте Может прилететь Вернуться Помочь команде И нужно выкупаться Помогать своей команде Срочно Нападение на Хоходу Который только вернулся Он погибает Но и у него ничего Уже больше и не было Пантомема Закрыли весу Убили Мункуша с Айнкрадом Вдвоем принимают Куро Куро выкупается Все игроки Нигма вернулись Тимфайт В то время как Ванмуф играет вдвоем Крипы По миду подходят Можно через мид Выходить на Последнюю казарму И трон А что тут И даже ходить Никуда не надо Просто в портал Заходим Прям к баракам Там на центре Айнкрад Айнкрад уже не вывозит Уже не тот этап игры Когда ты можешь Напасть на Лишрака И доставить ему Дискомфорт Все Бэкдоро Больше нет Мега крипы И Нигма могут Идти дальше Дезолятор куплен Юма заберет Сейчас на фонтане Дезолятор Перекладывает Вместо Мома И пуш Будет Молниеносным Ну тут Медуза что Продавать шмотки Купить рапиру На что это даст У Войду уже появляется Хроносфера И Можно Хроносферу Ставить в трон В случае чего И спокойно его уничтожать Хроносфера Медузу Медуза настоящая Находит цель Быстро Медуза остается После Хроносферы Без маны Джи-Джи Блестящая победа Команды Нигма Ребята отставали Почти на 20 тысяч Золота И Ван Муф остался